поехали всем привет нас тема сегодняшнего занятия стримы streams API и немного историй да кстати говоря сразу же хочу спросить у народа отпишитесь телеграме плюсиками минусиками значит знакомы ли вы со streams API в каком-либо виде до этого вот сейчас уже на дворе двадцатый год много кто преподает это на ранних этапах обучения языкам потом я знаю что некоторые там обучали всяким ходу пом уже с парком и так далее поэтому я сейчас какое-то время спустя гляну степень подготовленности самой концепции стримовый API немного истории у нас эти streams API появились в 8 java появились они вместе с лямбдами и метод референсами которые мы рассматривали на прошлом занятии и ну естественно было такое большое крупное добавление да с одной стороны для метод референсы с другой стороны streams API предназначены они для обработки наборов данных как конечных так и потенциально бесконечных и в отличие от всего того что мы рассматривали раньше они задают такой не императивный а декларативный подход к обработке данных вместо того чтобы писать явным образом прописывать все эти циклы и ветвление прочее значит мы описываем то что мы хотим получить в итоге то есть не описываем как мы хотим получить описываем что мы хотим получить то есть это своего рода такое имплементация SQL языка декларативного языка в java и одна еще одна из целей которая ставилась разработчиками лямбда стрим этих самых stream API это внедрить прозрачный параллелизм то есть если данные как бы таковы если структура источника данных такова что она подразумевает разделение задачи на подзадачи параллельное выполнение то это должно выполняться просто так давайте-ка я гляну в тележку я вижу минусы 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 в mip to java 2020 так кроки мне тут закрывает зум еще никто не ответил значит очень интересно потому что как бы насколько я знаю на физтехии всякие курсы которые подразумевают всякую стримовую обработку с парками и кавка стримами и прочим вещами ну окей тем значит лучше сейчас мы обо всем узнаем все расскажу значит да тут будут в лекции некоторые анимации использованы это автор их тайгер валеев человек который все время достаточно много сделал для популяризации для разбора всяких края краевых случаев stream zpi и автор библиотеки stream x которые добавляют много всякого полезного stream zpi джай значит представьте себе вот такую картинку у нас имеется некий источник данных но допустим это просто список мы его преобразуем в поток то есть некий бесконечно идущий ну именно поток элементов этого списка если это список кирпичей то это будет уже стрим кирпичей дальше мы говорим что давайте-ка мы стрим кирпичей на входе преобразуем стрим сплющенных кирпичей на выходе и все что нам нужно для такого преобразования это подать единственную лямбду в данном случае это метод референс которая сплющивает кирпич то есть мы подали лямбду она на вход при понимает кирпич и на выходе у нее тоже кирпич то есть она преобразует кирпич кирпич вот но значит на выходе мы получили поток в котором будут кирпичи из первого потока подвергнутые сплющиванию при помощи лямбды другой другой метод примерный это фильтрация то есть мы можем сказать что если у нас на входе поток сплющенных кирпичей то мы можем значит поставить еще одного обработчика который будет проглатывать желтые кирпичи что нужно этому обработчику если это обработчик называется фильтр другая лямбда которая возвращает либо true либо false то есть пропустить кирпич либо проглотить кирпич в данном случае значит мы пропускаем кирпич если его цвет не равен желтому противном случае мы проглатываем его и таким образом мы получили из потока сплющенных кирпичей поток фильтрованных кирпичей желтые кирпичи там не пролетают потом как бы нам нужна терминальная операция потому что но стрима такая абстракция непонятно что с ней делать а нам надо что-то во что-то превратить ну например отобразить каждый кирпич на мониторе в этом смысле у нас уже возникает терминальная операция с нее на входе видите стрим на выходе у нее ничего нет но опять же это некая операция в которой передана некая лямбда а лямбда это говорит отобрази да это опять же метод референс объекта систем out отобрази мне этот кирпич каждый кирпич вся эта история ничего вам не напоминает вот смотрите мы можем взять и собрать все три метода взять вот лист превратить его в поток собрать все три метода воедино при помощи такой цепочки вызовов от одного к другому к третьему то есть из одного стрима получить второй стрим и 2 стрима третий стрим третий стрим вызвать финальную операцию и получить такой конвейер обработки где элементы унифицированные и в них и они соединены через вход и выход вот когда я спросил ничего не напоминает я имел ввиду конечно вот это кто работал с юник с подобными системами значит знают вот эту историю с пайпами да вот пример командной строки в линуксе которая соединяет два файла воедино потом приводит все строки к лоур кейсу потом а сортирует эти строки и выводит три последних в алфавитном порядке строки то есть опять же набор командов через пайпы стоит соединение через вход и выход и как бы эти команды у них и они еще параметризованы да то есть мы можем задать параметры что они делают но главное что стандартный вывод команды cat конкатенация значит он является стандартным входом в команду tr стандартный выход команда tr является стандартным входом в команду сорт то есть вот в этом подходе в принципе ничего нового нету мы строим некий пайплайн обработки соединяя входы и выходы этого пайплайна а тут может возникнуть закономерный вопрос ну а зачем это все надо как бы мы чё не можем что ли вот это все реализовать for циклах но у нас же есть лист кирпичей дачу мы не можем сделать for цикл по кирпичам там их посквошить по фильтрить пособрать же просто вот посмотрите на этот пример слева и справа код который делает то же самое в 7 джаве и в 8 джаве то есть у нас имеется совершенно нормальный нормальный пример у нас имеется transactions значит это у нас список транзакций то есть там лист от транзакшена и нам нужно собрать транзакции в мапу где ключом является валюта транзакции а значением является список транзакций в данной валюты то есть мы один список преобразуем в мапу где по по ключу каком-то да ну вернее ключом которого является currency и здесь специально пример вот это обычный такой стандартный java код вот интерпрайзный код еще любят такие длинные названия переменных то здесь все нормально а вот справа тот же самый код который делает тот же самое у него маленькая колоночка специально потому что java 7 ничего не оставила но на самом деле как вы понимаете это одна строчка то есть вот это буквально одна строка кода и она делает то же самое что делает здесь более того что мы видим здесь здесь мы видим всякие ветвления потому что что мы собираем значит давайте посмотрим что здесь происходит мы идем по списку транзакций мы извлекли currency из транзакции дальше мы берем вот этот вот хэш-мапу извлекаем из нее список транзакций относящийся к данной валюте возможно этот список еще равен нулу потому что мы еще не встретили ни одной транзакции с данным данной валюты тогда нам надо создать новый рейлист вот положить туда и так далее все это значит длинный код в котором достаточно легко сделать ошибку что мы видим справа справа мы видим декларативную задачу возьми значит транзакции превратив поток и значит собери этот поток при помощи коллектора grouping by в grouping by передана передана лямбда который извлекает из транзакции currency мы не знаем вообще-то хэш-мап рейлист по умолчанию мы считаем что нам подберется правильный некая мапа и некий лист которыми будет удобно работать то есть разница как вы видите очень значительная и это то что очень сильно повлияло то есть возникновение джава 8 очень сильно повлияло на стиль кодирования на джаве вообще но те бедные люди в каких-нибудь там банках или в каком-нибудь страшном легасе они все еще вынуждены писать на 7 джаве и у них все еще вот такой вот код по сравнению с так теперь давайте пробежимся по этому самому стримовому api что они могут ничего в нем делать лучше не надо значит как вы понимаете уже из первые самые иллюстрации все методы streams api можно поделить на три категории создание стрима из чего-то какого-то полезного объекта потом промежуточные операции которые переделывают один стрим в другой фильтр map limit и терминальные операции это операции которые из стрима делают какой-то полезный нам объект но чаще всего это какая-то коллекция чего-то и сейчас мы последовательно проберем пройдемся по 1 2 по 3 категории категория номер один это создание стрима во-первых существует такой вот статический метод stream empty который вам создаст пустой стрим любого типа как вы хотите это шаблонный метод ну generic метод и он вам создаст пустой стрим какого угодно типа и про него пожалуйста не забывайте мы еще в конце поговорим про всякие подводные камни вот и не нужно делать пустой массив потом или там пустой список из этого списка делать стрим если вам нужен пустой стрим часто бывает нужен пустой стрим вот он есть всегда к вашим услугам затем бывает необходимо но не так часто но есть целый ряд ситуаций когда вы заранее знаете набор элементов из которых вы хотите составить стрим пожалуйста у вас есть метод стримов вот это строки мы их просто перечисляем через запятую в арарге метода стримов и получаем стрим стримов то же самое если у вас вдруг по каким-то причинам есть массив но сплит как я говорил это вредная операция на строках но здесь она иллюстрирует то что мы можем получить массив стримов и затем превратить стрим при помощи рейс стрим самый наиболее часто употребимый метод и он действительно наиболее часто употребим на практике это метод получения стримов из коллекции то есть у нас если имеется допустим и лист или вообще любой другой collection set допустим то мы вызываем метод .stream и получаем поток элементов данной коллекции ну и последний пример это какие-то api возможно что в стандартной библиотеке или в библиотеке которые вы пользуетесь уже есть методы возвращающие стримы например вот files это утилитный класс который содержит кучу всяких полезностей для работы с файловой системой я про рассказывал раньше да у него есть лист значит и он выдает нам стрим поток элементов файловой системы что здесь хорошо то что он ленивый как бы этот поток мы можем избежать вычетки в память и обработать элемент за элементом последовательно так как еще можно породить стримы конкатенации но довольно редко на практике встречаемая штука но в принципе возможно если у вас есть два стрима одинакового типа вы их можете сконкатенировать сначала будут эти элементы первого стрима потом второго тут важно понимать что стримы в природе своей бывают конечные бесконечные и значит такая конкатенация она имеет смысл вообще говоря если s1 конечен иначе мы рискуем никогда не дойти до элементов s2 еще стримы можно порождать допустим у нас есть некий продюсер но значит это функциональный интерфейс который мы вызываем вызываем он всякий раз нам дает какие-то элементы возможно всякий раз новые элементы но вот метод рендом в классе масс он как раз такой да он нам выдает случайное число типа дабл и сколько раз его не вызывай он нам всякий раз будет выдавать новое случайное число и соответственно мы могли бы превратить вот этот вот метод заставить его служить генератором например при помощи такой обертки стрим генерейт и здесь мы на выходе получаем стрим дабл потому что здесь дабл с маленькой буквы значит вспоминаем вся та же история которую я уже говорил с дженериками дабл с маленькой буквы здесь мы написать не можем поэтому пишем с большой но вообще говоря так делать не надо то есть данный пример показывает что вот есть генераторы и что мы можем что-то с ним с их помощью сгенерировать но в действительности если вам нужен стрим даблов которые являются случайными то лучше воспользоваться специальным методом значит red local random а тот дат карен до даблс который уже превращает возвращает вам смотрите дабл стрим дабл стрим это специальная модификация интерфейса стрим который работает именно с даблом как с примитивом работает быстрее из да заметьте еще что вот этот вот red local random это есть современный способ вообще работы со случайными числами то есть пользоваться надо именно им хотя в джаве может быть есть какие-то уже устаревшие api которые возвращают случайные числа но генератор это понятная штука это значит мы просто дергаем метод и каждый раз что-то новое что-то новенькое получаем но чаще нам надо получать это новенькое на основе просто без состояния на основе предыдущего состояния и в этом случае работает метод стрима тирает который понятно что имеет первое значение и потом значение полученное из предыдущего например мы могли бы получить вот такой стрим интеджеров при помощи метода стрима тирает самая простая итерация от нуля до x на x переходит в x плюс 1 то есть это будет поток целых чисел от нуля и там пока не закончатся интеджеры но так делать тоже не надо потому что во первых как вы уже догадались у нас есть специальный инт стрим и во вторых как вы уже догадались у нас имеется специальный утилитный метод в инт стриме который задаст это может задать нам диапазон допустим от нуля до тысячи и выдаст нам уже поток этих интеджер для дальнейшей обработки для дальнейшего делания с чем-то вопрос что породит этот код ответы принимаются в telegram значит у нас здесь есть iterate то есть он порождает какой-то какой-то набор чего-то и у нас имеется map to int но здесь на самом деле понятно что это будет набор массив потому что здесь везде массива фигурирует а здесь мы просто у массива берем нулевой элемент давайте я открою тележку и посмотрю какие у кого есть на этот счет ибо начида все правильно вот да тут недавно среди коллег шел ожесточенный спор насколько хорошо значит прилично ли давать примеры на числа фибоначчи в курсах по изучению языков программирования не есть ли это какой-то выдуманный из воздуха пример ну по моему вполне себе нормальный пример чтобы понять сущность здесь метода iterate как он работает уже поняли да что здесь первый аргумент это первое значение в стриме следующий аргумент дает переход от одного значения к другому и если бы мы только этим вызовом ограничились то у нас iterate выдавал пары соседних чисел фибоначчи как правильно заметили но мы не ограничиваемся из этот стрим еще преобразуем при помощи метода map но в данном случае map to int это такой же метод map который возвращает int как примитив и вот здесь вот мы берем из массива t возвращаем его нулевой элемент это будет последователь фибоначчи совершенно верно то есть это метод использования итерейт для генерации стрима из предыдущего значения следующего при помощи итерации но на самом деле генерейт и итерейт это такие простые методы но на самом деле редко используемые чаще либо вы будете уже пользоваться ну чаще всего в 99 процента случаев вы пользуетесь конечно же коллекции которую превращаете в стрим это вам честно говорю либо вы уж пользуетесь создаете собственный сплитератор если вы пишете свою библиотеку и вам надо создать стрим чего-то значит сплитератор эта штука которая способна породить стрим при помощи вот такого вот стрим стопор тот стрим и здесь сюда подается сплитератор еще значит параллельный стрим создатели непараллельный запросhar параллельность мы поговорим что попозже сплитератор имеет такую сложную структуру я расскажу основное основная идея основная идея заключается в том что там в отличие от обычного итератора который имеет текущую позицию и переходит чуть-чуть вперед на один элемент сплитератор ну во первых у него есть триадванс да он может съесть еще один элемент или не или не съесть он может закончиться либо он может разделиться то есть мы можем взять какой-то сплитератор и при помощи метода страй сплит от него отпочковать еще сплитератор потом вызвать методы трай сплит на оставшихся сплитераторах и еще отпочковать и это почкование будет продолжаться до тех пор пока значит сплитератора не разделится на максимально допустимое число групп, ну или пока мы не завершим почкование. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы обеспечить параллелизм. То есть часто характер наших данных, ну, например, это просто массив памяти. Он таков, что мы можем массив от нулевого до n-1 элемента обработать целиком, а мы можем разделить задачу на две половинки, где-то от нуля до серединки и от серединки, и еще куда-нибудь. Вот. Значит, кроме того, сплитераторы имеют набор характеристик. Вот эти вот характеристики, они все вот такими константами определены. Я просто даже не буду зачитывать там и вчитываться в суть этих характеристик. Тут надо понять, что характеристик этих много, что они определяют, нам подсказывают стримовому стримовой машинерии, что можно делать с этими данными, что нельзя делать, как лучше обходиться с этими данными. И, в общем, понятно, что, скорее всего, сплитератор создать сложно. Сплитератор действительно создавать сложно. Значит, давайте подведем промежуточные итоги. Во-первых, это, ну, мы сейчас говорили про порождение стримов. Во-первых, существует много стандартных способов. И что-то свое изобретать вам чаще всего, вернее, не чаще всего, а никогда вам не понадобится изобретать чего-то своего. Если вы видите что-то, что вам нужен такой-то стрим или таким-то образом порожденный стрим, поищите поглубже. Скорее всего, в стандартной библиотеке уже есть хороший, специфицированный современный метод для создания стрима, как вам нужно. Скорее всего, вам не понадобится самостоятельно реализовывать сплитератор. И третий момент. Значит, вместо стрим-интеджер, стрим-лонг и стрим-дабл у нас имеются примитивные стримы. Стримы примитивов инстрим, лонг, стримы даблстрим. Это то, чего нет в коллекциях, потому что, например, в коллекциях collections API в стандартном нет интеррейлист. Есть только ирейлист от интеджеров. Если нам нужен интеррейлист, мы должны пользоваться внешними библиотеками, где он есть. А вот со стримами, ну, там как бы выигрыш по скорости от использования примитивов такой, что уже такие вещи решили вставить и в стандартную библиотеку. Хотя я вам напоминаю, скорее всего, когда вы доберетесь до энтерпрайза и начнете на Java разрабатывать в полную силу, будет уже реализован проект Valhalla. И вот эти вот пляски с примитивными дженериками, они потеряют всякий смысл, потому что, ну, или они так же быстро будут работать стрим-интеджер, как и стрим-инт, или мы сможем написать стрим-инт, в общем, что-то там придумано. Так, есть ли вопросы по первой части, про порождение стримов? Так, параллелки. Да. Значит, если вопросов нет, двигаемся дальше. Вот породили мы стрим, и дальше самое интересное начинается, потому что мы можем из одного стрима сделать другой стрим. И тут есть много тоже всяких полезных вещей. Во-первых, можем отрезать голову и отрезать хвост. Значит, лимитировав при помощи лимита получить из потенциально бесконечного длинного стрима стрим не более чем max-size элементов, либо мы можем сделать такой take-while, посадить на предикат, и пока этот предикат выполняется, брать элементы, но на первом же элементе, где предикат превращается в false, прекратить, прекратить, остановить поток. То же самое с хвостом. Мы можем либо поскипать n элементов, а потом начать их брать, либо мы можем, значит, дропать все элементы, пока предикат выполняется, и как только предикат превращается в false, тот же начинать их выдавать. Но это не такие, не так часто используемые штуки, скажем прямо, как его величество фильтр, которым пользуетесь будете постоянно. Это вот та самая иллюстрация с проглатыванием желтых кирпичей. Фильтр берет в себя функциональный интерфейс предикейт, то есть нечто, что берет в качестве аргумента t или супер t. Я думаю, что вы уже понимаете, почему здесь стоит знак вопроса супер t. Если не понимаете или не поняли с той самой лекции, то прошу об этом просигналить телеграме, как бы будет время в конце лекции, я к этому вопросу вернусь, потому что это важный вопрос. Значит, ну, во всяком случае, это предикат, который может брать в себя кирпич, либо любой суперкласс кирпича, и возвращать буллин. Мэп, его величество мэп, которым тоже постоянно пользуемся, это уже функция, которая берет в себя значит кирпич, либо некий суперкласс кирпича, и возвращает кирпич или некий подкласс кирпича, и значит превращает стрим кирпичей в стрим кирпичей, ну, каким-то образом переформатированных, и кроме того, есть три дополнительных вариации мапа, это для функций, которые возвращают примитивы, int, long и double, все ради быстродействия. И, наконец, есть flat map, значит, flat map концепция немножко более сложная, я в прошлом году обещался нарисовать для нее иллюстрацию, но так и не нарисовал, поэтому опять придется объяснять на словах. Значит, давайте себе представим вот такую вот историю. Прочитали мы файл, вот этот вот пример, файл line standard char set utf 8, я уже показывал на предыдущей лекции, вообще у нас лекции сильно перевалили за середину, и уже все примеры, которые я показываю, они уже как-то связаны с тем, что мы рассматривали раньше. Значит, этот метод у нас возвращает что? Поток строк, где строки, это строки в текстовом файле. И запомните там хорошенько, если еще не запомнили, вот это самый простой, современный и без головника способ прочитать текстовый файл в джаре. Вы получаете стрим строк, и потом с этим стримов строк делаете все, что угодно. вот, но да, здесь триблок, потому что файл lines там открывает, значит, открывает он, значит, файл, и нам необходимо закрыть его, поэтому мы в триблоке это делаем. Теперь нам надо получить поток, нам надо получить поток чего? Нам надо получить поток слов в этом файле. То есть так-то мы получили поток строчек в файле, а теперь нам надо получить поток слов в файле. И, значит, каким образом мы это можем сделать? Мы создали регулярные выражения, обратный слэш s означает просто пробел. И, соответственно, у паттерна есть метод такой, сплит s3, который берет в себя строку и по вот этому сепаратору получает стрим строк, разделенных данным сепаратором. Это не тот сплит, который на строке, которым я говорил, не пользуйтесь им, потому что он вообще превращает в массив. Этим тоже на самом деле не пользуйтесь, потому что он работает как бы по сепаратору. Но в данном случае я показываю вам, что в современных джавовских API есть методы, которые выдают нам стримы. Вот в данном случае у паттерна есть метод сплит s3, который берет в себя строку и делит, дробит ее на элементы по сепаратору. Нам надо просто порезать строки на слова. Хорошо, если мы сейчас возьмем lines и сделаем lines map сепаратор сплита стрим, то мы получим вот такую вот крокодилицу стрим от стрим от стринг. То есть поток потоков строчек. Но это не то, что нам надо. Нам надо получить просто поток слов. Так вот, чтобы получить поток слов, мы используем не map, а метод flat map, куда передаем то же самое, сепаратор сплит s3. То есть вы понимаете, что делает flat map. Он берет некий элемент, функция, которую мы сюда передали, она возвращает поток того же самого типа. И flat map склеивает эти потоки один за другим так, что получается общий поток элементов. Вот. Пожалуйста, покивайте там плюсами или минусами в чат, чтобы я понял, дошло сейчас это, было понятно или надо как-то по-другому объяснить. Или задайте вопрос в зуме или размьетесь и скажите, все понятно, ничего не понятно. Понятно. Вижу плюсы, вижу плюсы, пошли, все отлично. Спасибо, спасибо, спасибо за фидбэк. Все ясно. Значит, это, ну, как бы концепция вначале кажется непонятной, на самом деле в ней ничего сложного нет. Так, я тащу вот это вот. И также, как и со всяким map, у нас есть flat map to double, flat map to int, flat map to long. Это понятно, чтобы сэкономить нам память и быстродействие. Вот. Разобрались. Метод distinct. Метод distinct, он берет некий поток и выводит только элементы, которые встретились нам в первый раз. То есть, если мы взяли вот такой вот поток, 1, 5, 8, 7, 8, 5, 9, 9, взяли от него distinct и вызвали, значит, печать for each этого потока, то он нам выведет 1, 5, 8, 7 и 9, потому что 8 здесь уже было и 5 уже было. С методом distinct все понятно. Понятно, что он внутри себя хранит какой-то сет, правильно же? То есть, как это реализовать? Внутри там есть сет, который набирает вот эти вот элементы, как только элемент новенький, то есть, не бывший еще в сете, он выводится. То есть, он их запоминает. И поэтому с distinctом две проблемы. Первая проблема то, что этот сет может распухнуть, если у вас бесконечный стрим. Ну, а во-вторых, вопрос. Вот, что произойдет при выполнении такого кода? Ответы принимаются в Telegram. Сейчас вообще у меня много будет квизов. А можно, кстати, размьючиваться и говорить. Ну, не стесняйтесь, так быстрее будет. Я могу, интересно, приоттачить. У нас мало времени, сейчас под конец у нас будет прям квиз-квиз, поэтому я сейчас буду просить скорее включать микрофон и говорить. У вас же есть возможность включить микрофон? Кто-нибудь разбьютится, может сказать что-нибудь? Кажется, да. О, отлично, супер. Значит, смотрите, сейчас чем ближе к концу лекции, тем больше будет таких интерактивных вопросов, поэтому просто не стесняйтесь, размючивайтесь и говорите. У нас не так много народной лекции, я думаю, что все пройдет. Значит, пермутация чисел от 1 до 10. Это здесь вот от 1 до 10 как бы будет выдаваться случайный поток. То мы взяли distinct, а потом, что? Вот смотрите, вызвалось, значит, там как-нибудь 1, 2, 3, 4, 5 в произвольном порядке. И первые 10 чисел, которые выдаст данный стрим, они действительно будут случайным потоком, они действительно будут случайной пермутацией чисел от 1 до 10. И это правильный ответ. Но потом, что произойдет потом? Потом программа зависнет. Потому что этот же поток бесконечный, он будет выдавать 2. Дестин говорит, 2 уже был, давай следующий. Говорит, 5. 5 уже был, там 7. 7 уже был. Программа зависнет, войдет в бесконечный цикл. То есть она выдаст эту самую пермутацию, а потом войдет в бесконечный цикл. Вот правильный ответ. Значит, sorted, опять же, внутри создается список, список сортируется и приводится к стриму обратно для того, чтобы отсортировать поток. Но понятно, что для бесконечных стримов это дело не имеет никакого смысла, потому что если вы вызвали сорт, это потом вызовете терминальную операцию, а поток бесконечный, то он так и будет набирать внутри себя лист, ожидая, что когда-то поток закончится, чтобы приступить к сортировке, но так и не дождется этого. Поэтому с дистинктом и сорт это надо обходиться осторожно и понимать. Есть метод пик. Метод пик, он отладочный, и он, значит, предназначен за подглядыванием, за промежуточным состоянием элементов. И чаще всего, значит, в качестве аргумента подпихивается вот это вот, println. То есть у вас имеется длинная цепочка вот этих всяких мапы-перемапы от одного к другому, и вам надо понять, а что происходит в середке, тогда вы можете в любом месте стрима, в любом месте вот этой вот цепочки вашей вызвать пик и подглядеть. Неправильным поведением был бы мутировать элементы стрима. Если здесь параллельный стрим, то никакой нет гарантии относительно выполнения, то есть на самом деле пик это штука именно для подглядывания, и вот этот вот консьюмер, он ни в коем случае не должен элементы мутировать. Вообще, наверное, мне как-то следовало бы особенно подчеркнуть тот факт, что вот эти вот стримовые API, они все сделаны в предположении, что элементы у вас инмутабельные. И метод map, он на самом деле должен создавать новый элемент такого типа, новый иммутабельный элемент такого типа из предыдущего, и это будет правильным решением. Почему? Потому что, когда у нас имеется параллелизм, то все становится гораздо сложнее. И следующая уже лекция у нас будет посвящена параллелизму, и уже на следующей лекции мы узнаем, как важна иммутабельность параллелизма. Ну и вообще стрим API нам вообще ничего не гарантирует. Непоследовательность, в которой все это будет обрабатываться, не то, как он это будет делать. То есть здесь как бы иммутабельность и чистые функции без сайд-эффектов – это ровно то, для чего вот это все предназначено. Кажется, мы осветили все промежуточные операции, ну, по крайней мере, те промежуточные операции, которые входят в стандартную библиотеку, и теперь будем говорить про терминальные операции. Тут тоже целый отдельный мир. Ну, во-первых, у нас есть две операции такие – find first и find any. Предъяви первый элемент и предъяви любой элемент. Они возвращают optional. Про optional мы чуть позже сейчас поговорим, но уже сейчас я могу сказать. Optional – это такой контейнер, который содержит ноль или единицу элементов. То есть он либо пустоту содержит, либо он содержит один элемент внутри себя. Вот. Соответственно, find first возвращает нам первый элемент, если он есть в optional, либо он возвратит пустой optional, если элемента нет, и они возвращают любой элемент. Кажется, зачем это все сделано, почему? На самом деле в обычном стриме, не параллельном, здесь нет никакой разницы. Первый он и будет любым. А если у нас стрим параллельный, то есть если мы где-то, значит, вставили метод параллель в стрим, то any уже не является first, а any является первым, который вычислен. И, в принципе, если вы пишете какой-то код на Java и вы пишете стримовый код, чаще всего вы не будете использовать параллельные стримы. Ну, когда мы будем говорить про параллелизм, я тоже об этом буду говорить. Параллельные стримы – это не всегда здорово, вернее, это в 90% случаев не здорово. Есть только специфичный набор каких-то случаев, где параллельные стримы – это действительно быстрее, действительно проще и лучше, чем обычные. Вот. Но при этом я призываю всех использовать find any в том случае, если вам не нужен find first. Почему? Потому что семантика вашей программы тут же становится ясна из ее кода. Если вы написали find first в каком-то случае, то человек, читающий вашу программу через год или через 10 лет, он будет думать, он этим find first имел в виду что? Что его алгоритм должен взять именно первый элемент. Вот. А когда вы написали find any, то вы тем самым сказали, на самом деле мне все равно, какой элемент вернется. Если, допустим, через 10 лет будет принято решение превратить ваш стрим в параллельный, то как бы это сильно улучшит, ну, сильно упростит вообще работу ваших последствий. Поэтому используйте find any, если вам не нужно явно find first. Хотя в обычном, не параллельном стриме это, конечно же, одно и то же. Также есть очень хорошие штучки, значит, any match, all match, non match. Опять же, как бы вы можете иметь некий предикат, да, некое условие, и вам надо, значит, выдать некий Boolean значение, вообще существует ли что-то в стриме, что удовлетворяет предикату, или все удовлетворяют данному предикату, или никакой не удовлетворяет данному предикату. Это Boolean значения, и чем хороши эти терминальные операции? Тем, что там есть короткие замыкания. Если у нас имеется хотя бы вот в all match хотя бы в одном случае предикат не сработал, вернул false, то мы не будем перебирать весь этот стрим по конвейеру, мы сразу же закончим работу со стримом и выведем false. Ну, случилось, мы быстренько нашли контрпример, и дальше мы работать не будем. Обратите внимание, насколько это, ну, сразу же оптимизирует работу по сравнению со старым каким-то подходом, где бы вы по конвейеру собирали лист этого, потом из этого листа делали бы другой лист, потом бы в последнем листе искали бы контрпример. Контрпример нашли, весь конвейер сразу же остановился, и мы дальше там не делали начальные преобразования. Так, метод for each. метод for each – это все просто, мы просто передаем консюмер лямбду, которая кушает все элементы и что-то делает. И опять же, в случае параллельного выполнения этот for each может вызываться в параллельных вообще стримах без гарантии последовательности, и в каком потоке вот эта лямбда будет выполнена. И это надо учитывать, если вы используете for each в параллельных стримах. Но про параллельность у нас отдельный большой-большой серьезный разговор. Теперь метод reduce. Метод reduce позволяет нам сделать из вектора скаляр, из многих значений одно. И условием метода reduce, вернее, аргументами является identity и binary operator – абсолютно математические концепции. Identity – это некий нулевой value для группы операций, а значит, binary operator – это некая групповая операция. То есть кто изучал абстрактную алгебру, тот уже сразу же схватил историю. Для умножения identity – это единичка, если мы тут перемножаем их, если мы их суммируем, то identity – это нолик, и binary operator – соответственно, плюс либо умножить. И в обычном стриме вот по такой вот схеме, вот по такой вот лесенке происходит объединение потоков скалярное значение. Вопрос – какие еще есть примеры ассоциативных операций в математике, кроме сношения и умножения, которые могут быть использованы в редьюсе, ну или подобные им операции, которые могут быть использованы в редьюсе? Можете голосом говорить? Ну, если у нас ограниченное значение, то можно минимум максимум. Абсолютно правильно. Min max… Если можно к нему identity придумать. Вот. Identity – там либо пустое множество, либо универса. Мы здесь совершенно правильно сказали, что к min max… Так просто identity не придумаешь. Ну, как бы в математике придумаешь, а здесь нет. Пересечения и объединения тоже. Ну, множество, например. Это тоже вполне себе. Вот. Значит, смотрите. Если стрим параллельный, то задача параллелится вот таким вот образом. То есть редьюс разделяется на подзадачи, но вот здесь вот на два потока. Identity применяется там к самому началу и выполняется в параллельных потоках и потом соединяется. То есть, видите, мы просто сдаем редьюс, а будет выполняться он последовательно и параллельно. Это уже работа, но библиотеки. Есть редьюс без identity, который действительно вот как раз для максимума и минимума подходящий. Значит, это у нас… Это у нас пример вызова метода редьюс, в который передается только binary оператор, но на выходе видите, что не t, а optional t. То есть, если у нас результата нет, стрим пустой, то есть, ну, ни одного нету значения, то на выходе у нас будет пустой optional просто. Либо у нас будет optional из одного элемента. В библиотеке есть доступные редьюсы уже, и во всех стримах доступен reduce count, и он требует пересчета всех элементов, и он годится только для конечных стримов, понятное дело. А также max и min, в который вы можете подать компаратор, и который вам вернет как раз-таки optional, который вернет какой-то элементик, если хотя бы один элемент есть, либо пустой optional, если элементов в стриме не оказалось. И в примитивах есть сам Ammerich и еще сам Aristatistics, такой удобный редьюс, который выдаст вам сумму минимум, максимум, аккаунт в одном флаконе, вы там можете average сразу же посчитать. Обычно для статистики нужно чего-то большее, но для такой быстрой грубой статистики вот это тоже подходящая история. Но часто бывает так, что все-таки редьюса нам не хватает, что нам надо делать что-то более заковыристое при соединении стрима в какое-то значение не обязательно в скалярное значение. Мы иногда хотим не скаляр вовсе получить, а какую-то более сложную конструкцию. И в этом случае у нас в стримах работают коллектор с API. Коллектор с API работает следующим образом. Есть метод collect, который в качестве своего аргумента берет объект, реализующий интерфейс коллектор. Коллектор имеет вот такую типовую характеристику. У него три параметра. TAR – знак вопросика SuperT. Это значит, что он может принимать элементы стрима, либо некий супер элементы стрима T. Затем аккумулятор и результат. Это все похоже на редюс до сих пор. Но кроме того, у коллектора есть еще всякие методы, которые надо реализовать. Сапплайер, значит, сапплайер аккумулятора, значит, аккумулятор аккумулирования, финишер – это финальная некая операция, комбайнер и еще характеристикс. Характеристики, так же, как у сплитератора, есть. И там он показывает, является ли он конкарент дружелюбным, является ли он зависимым от порядка элемента, и, значит, является ли финализирующей операцией identity операцией. То есть identity finish говорит, что finisher function – это просто то, что получили, то и передаем. То есть после этого мы никак не преобразуем. Тоже достаточно запутанные, тоже коллекторы сами, наверное, вы делать не будете, потому что, вообще-то говоря, в Java есть огромный такой пласт коллектор с API, которым мы сейчас поговорим, который сам по себе ценен и который сам по себе является довольно продвинутой штукой при работе со стримами. Значит, да, сила коллекторов в том, что их много готовых, их можно комбинировать. Вы не пишете свой коллектор сами, вы не реализуете вот этот вот интерфейс. Вы берете готовые интерфейсы из библиотеки и комбинируете их, и комбинировать вы можете так, что вы можете получить практически все, что вам нужно, все, что вашей душе угодно. Более того, коллектор с API развивается, и в новых версиях Java появляются новые плюшечки. Ну, давайте, значит, поговорим про коллекторы теперь. Самые употребимые в 90% случаев, то, что вы будете использовать в 90% случаев, это коллекторы toList, toSet и там toCollection. Если вам нужен список, имеющий все элементы стрима, вы просто пишете mystream.collect, коллектор с toList. Вы часто еще делают еще, как называется, static import, и здесь просто пишут коллект, и здесь toList. И это получается довольно диаматично. Бла-бла-бла, map, перемap, фильтр, фильтр, потом точка коллект, toList. И на выходе у нас получается именно лист тех элементов, которые были у нас в стриме. И я повторюсь, это самый часто употребимый способ использования коллекторов. Чаще всего вы делаете именно так. Но на самом деле есть и другие, и их тоже очень часто применяют. Следующий по употребимости – это собирание в мапы. Значит, что такое коллектор to map? Коллектор to map для его порождения нужно две функции. Первая функция извлекает ключи, вторая функция извлекает value, значение. Вы можете взять, значит, людей в виде стрима и превратить в мапу от интеджера к персону, где интеджер – это идентификатор персоны. Вот таким вот образом. То есть person getId извлекает интеджер, который будет ключом мапы. Это identity функция, которая, значит, персону преобразует в персону. Соответственно, здесь у нас тип будет от интеджера к персоне. И вы уже мапу можете получить, с мапой работать, понятное дело, проще и лучше. Также вы можете указать merge function и map supplier. То есть если вам нужна какая-то особая мапа, например, если вам нужна не хэш-мапа, а три мапа, вы можете указать параметр map supplier, который вам будет эту мапу подавать. И merge function – это функция, которая будет происходить, если у нас возникают повторные значения для данного ключа. Если две персоны встретились с одинаковой identity, то вместо того, чтобы одну вытеснять другой, мы можем сделать некий merge function, который будет соединять их воедино. Допустим, объединяя всю информацию, которая есть. Значит, у нас есть некие вариации на тему сборки в коллекции. У нас есть tone-modifiable list, tone-modifiable set, tone-modifiable map, которые получают нам немодифицируемые коллекции. Это очень хорошо, если мы коллекции отдаем потом из нашего API. То есть хорошим тоном является в API, который вы предоставляете каким-то другим программистам, другим пользователям, возвращать немодифицированные коллекции, чтобы ни у кого не было соблазна повлиять на внутреннее состояние вашего объекта через те коллекции, которые вы выдали. Значит, соответственно, two-concurrent map сразу дает потокобезопасную мапу. Ну, что такое потокобезопасные мапы, мы поговорим на следующей лекции. Другая прям очень суперважная, суперважный кейс, который часто тоже вот раньше до появления вот этих вот вещей в языке приходилось какие-то костыли, велосипеды, что-то там делать, соединять там и так далее. Но очень часто вам нужно получить строку с разделителями. Петя, Вася, Маша. Петя, запятая пробел, Вася, запятая пробел, Маша, запятая пробел. Если у вас имеется стрим, который содержит Петю, Васю и Машу, пишите collector's joining, запятая пробел, и вы получите одну строку, которая содержит в себе строки, разделенные запятой и пробелом. То есть, если вам нужна строка с разделителями, используйте collector's joining. Но используйте ее только в том случае, если вы уже работаете с стримом. Я напоминаю про то, что если вы работаете просто с каким-то iterable строк, то есть с листом, с сетом, с чем угодно, то вы можете воспользоваться статическим методом join на стринге и получить то же самое. То есть, если вы не работаете со стримами, то у вас есть статический метод join на стринге. Но если вы работаете со стримами, то у вас есть collector's joining, который делает то же самое. Дает вам, конкатинирует все, делает строку с разделителями. Теперь группировки. Это очень интересно. Смотрите. Предположим, у нас имеется меню ресторанное, которое зачем-то мы превратили в поток. И мы хотим ее покатегоризировать, это ресторанное меню. Значит, что из себя представляет класс диш? В классе диш есть, собственно говоря, название блюда и имеется тип этого. Это какой-то, значит, яну, допустим. Соответственно, мы можем получить из потока блюд, из потока блюд, вот он, меню стрим, мы можем получить вот такую вот мапу, как на рисунке сверху. Тип ее какой? Диш-тайп – это enam, а здесь лист диш – это все те блюда, которые имеют данный тип. В чем отличие от вот этого примера, от toMap? В том, что в мапе мы получаем от интеджера к персону к одному, если у нас персон с тем же самым айдишником возник, то новый перетирает старый или там мердж-фанкшн мы придумываем. А здесь мы получаем мапу от типа к списку элементов. Этот список может содержать один элемент, а может содержать несколько элементов, если они, ну, как бы, вот этот вот grouping by ключ повторяется. Но этим все не исчерпывается. На самом деле интересное только начинается. Мы можем коллекторы, практически любой коллектор, мы можем объединить в цепочку и сделать, например, вот так. Так, смотрите, я уберу сейчас экранчик с видео, чтобы вы могли посмотреть. Значит, мы берем тот же самый меню. Затем мы берем коллектор grouping by tish.getType, а затем берем и вторым, это overloaded версия метода grouping by. Мы берем и передаем туда еще второй коллектор. То есть коллектор, который сцепляется с коллектором вместе. И что мы получаем? Если в предыдущем слайде у нас получился как бы стрим, который сколлектился как? В мапу, где ключом является тип, а значением является список чего-то, то мы можем сказать, но мы бы хотели со списком вот этих вот блюд тоже поработать как со стримом, поколлектить их. И мы говорим, да, давайте мы просто навесим второй коллектор на первый. И второй коллектор что делает? Там то же самое. Коллектор с grouping by, и здесь уже tish.getcaloric.level, то есть ценность в калориях. И получается, что вот этот вот список мы можем дальше расшибить на мапу, где уже будет либо список, либо один элемент. Путем соединения коллекторов в цепочку. То есть еще раз, если первый коллектор в цепочке работает со стримом, то второй коллектор в цепочке уже работает со списком, но индивидуально с каждым списком элементов, который получился в результате работы первого коллектора. Таким образом, мы получаем двойную категоризацию чего-то, то есть мы получаем мапу от мапы от листа. Но необязательно навешивать в качестве downstream коллектора коллекторы того же самого типа, потому что чаще всего вам нужно так, сколько у нас было в той или иной категории элементов. И в этом случае у нас мы можем воспользоваться, опять же, первая строчка такая же точно, grouping by dishget type, то есть у нас fish meet other. Но второй коллектор более примитивный, collector scouting. Collector scouting возвращает скаляр, он возвращает целое число, которое соответствует количеству элементов в стриме. Но в данном случае downstream коллектор подсчитывает не стрим, он подсчитывает лист. Вот здесь вот было 2, здесь 3, здесь было 4. Смотрим, что у нас получилось. Да, 2, 3, 4. То же самое. То есть вот такую мапу получать бывает очень удобно. То есть по сути дела, то, что я вам сейчас демонстрирую, оно очень напоминает работу с SQL. Если кто-то работал с SQL, хоть когда-то писал запросы group by count, group by sum, max, min и так далее, вот это вот все то же самое. Вы можете в коллекторах получать все те же вещи, которые вы обычно получаете в SQL и делать это путем декларативного задания. Есть стандартные коллекторы, которые служат для того, чтобы работать в качестве downstream коллекторов. Я сейчас прошу внимательно услышать то, что я сейчас говорю. Есть коллекторы типа counting, summing in, summing long, max buy, min buy. Они как бы повторяют стандартные редьюсеры на стримах. И в принципе мы могли бы написать коллект и туда передать какой-то терминальный коллектор. Но не надо, потому что лучше пользоваться редьюсерами. Но если уж мы пошли по дорожке навешивания коллекторов в какие-то длинные цепочки, то мы не можем воспользоваться редьюсерами, но мы можем воспользоваться специальными терминальными коллекторами, которые используются исключительно как downstream коллектор. Мы сейчас к этому вопросу вернемся, я проверю, как вы это уяснили. Значит, есть у нас еще такая история, как адаптер такой, collecting and then, когда мы можем получить некоторую цепочку преобразований с коллектором и затем финишировать, то есть преобразовать элемент, который получился в результате коллектора, во что-то еще. Ну, например, мы хотим получить такой запрос. Тип блюда и блюдо, которое обладает наибольшим количеством калорий в данном типе. Как мы это можем сделать? Значит, мы берем коллектор grouping by dish get type, здесь все понятно. Дальше мы навешиваем какой-то downstream коллектор. Вот сначала не смотрим на collecting and then. Если мы просто навесим коллектор с max buy и здесь делаем компаратор dish get calories, то что мы получим? Мы получим в результате данной коллекции, мы получим что? Map dish type, а здесь optional от dish. Потому что max buy возвращает optional, потому что ведь если нету в потоке, нету в листе ничего, то тогда должен вернуться пустой optional. Но сам характер метода grouping by, он таков, что не будут вызываться downstream коллекторы, если для данного категории ничего нет. То есть на самом деле он всегда будет не пустой. Поэтому мы можем optional превратить просто в dish, если мы вот этот вот collecting and then адаптер воспользуемся. То есть collecting and then сам по себе ничего не делает. Он просто берет downstream коллектор, потом результат работы этого downstream корректора подвергает какой-то функции optional get. То есть таким образом мы написали запрос верни блюдо с максимальными калориями для данного типа. Сейчас это, наверное, сложно, но я вам честно скажу, я сам частенько возвращаюсь к этим слайдам, они доступны в интернете, когда мне надо какую-то хитрую штуку написать со стримами, я сам возвращаюсь к своим слайдам, и они мне служат шпаргалкой. Ну и я думаю, что вам они тоже могут послужить шпаргалкой, эти слайды, когда вам вот что-то такое нужно быстро сообразить и сделать. Как вы поняли, сделать можно все, что угодно. Ну, много чего. Но что нельзя сделать стандартными коллекторами и стандартными стримами, есть еще библиотека StreamEx, там еще больше всего. Немножко про параллельные стримы. Параллель включает параллелизацию обработки, его можно вызывать в любом месте цепочки вызовов, и он сразу же распараллеливает. Но применяем с осторожностью применимость не всегда, потому что не все задачи хорошо применяются. Пожалуй, я об этом больше говорить не буду, мы немножко поговорим еще про это на лекции про конкуренции. Теперь optional. На самом деле, значит, есть знаменитая цитата Тони Хора, который говорит, что когда он придумал null, концепцию null, я сделал ошибку на миллиард долларов. It was invention of the null reference. In 1965. Ничего себе. Значит, в чем эта ошибка? В том, что когда у нас есть референс, у нас есть референс на объект, а может быть null, просто нуль, которая не содержит в себе валидные ссылки на объект, а просто указывает как пустая ссылка. Чем это плохо? Ну, это плохо тем, что это на самом деле поломало систему типов во многих языках, в том числе и в Java, где есть null. И это приводит к runtime ошибкам типа null pointer exception. В общем, null – это, наверное, была не самая хорошая идея, но просто ее было легко реализовать. В результате сейчас мы имеем что? В результате мы имеем тенденцию, что современные языки отказываются от null, ну, например, Kotlin. Либо как-то обходят там в Java, вы можете обкладываться всякими аннотациями с проверками на null. и пользоваться специальными типами, которые говорят о том, что объект может существовать, а может его не существовать. Вот optional – это такой правильный, функционально ориентированный способ сказать, что вот у вас есть нечто, мы возвращаем нечто, но мы можем возвратить вам либо это нечто, либо не возвратить ничего. Но мы возвращаем optional. То ли да, то ли нет. Соответственно, optional можно воспринимать как стрим из нуля элементов или одного. И опять же, у него есть методы, такие же, как у стримов. Либо создать его, можно создать пустой, либо создать непустой. И вот в этом случае, если мы делаем off, то здесь будет null pointer exception, если x равен 0. Или optional of nullable. В этом случае он создаст либо пустой optional для нула, либо непустой с x. И расчехление. Get вызовет runtime ошибку у пустого optional. Or else вернет содержимое optional, либо если optional пустой, вернет other, либо or else get, либо or else throw. Я думаю, тут понятно. В этом случае лямбда будет нам порождать другой, и она не будет вызвана, если он не пустой, либо throw будет порождать нам exception. Так как это по сути дела стрим, то у него те же самые методы, что и у стрима. Смотрите, у него есть метод map. Как он работает? Если у тебя есть страховка, у тебя может быть, либо не быть. Optional insurance. Соответственно, мы можем из optional insurance получить другой optional, string. Что это нам говорит? Insurance get name. То есть, если у тебя страховка есть, он возвращает не пустой optional со стрингом, который содержит имя страховки. Если ее нет, он возвращает пустой optional. То есть, метод map на optional работает так же, как на стриме, а просто это стрим, который содержит нуль или один элемент. Значит, flatmap. Концепция та же самая, но только если в стриме flatmap требует функцию, которая возвращает стрим, то в optional и flatmap требует функцию, возвращающую optional. Значит, мы можем сказать person, flatmap, person, getcar. Вот person, getcar возвращает optional, и если это просто будет map, то это будет optional от optional и car. Это непонятно, как с этим работать. А flatmap нам возвращает optional car, а сразу разворачивает. То есть, либо машина лет есть, либо ее нет. Соответственно, вот строка, которая показывает имя страховой компании для твоей машины. Если у тебя нет страховой машины, то у тебя будет unknown. Если у тебя есть машина, но нет страховки, опять будет unknown. Это такой функциональный способ задать такой запрос. Здесь нет места для no pointer exception, здесь нет места вообще для алгоритмов, для if-ов, для ветвлений, ничего здесь нет. Это декларативный подход. Мы говорим, что мы хотим получить, а не то, как мы хотим получить. Фильтр то же самое. Он нам берет optional и возвращает optional, но, правда, с большей вероятностью он нам вернет пустой optional, так как что? Так как фильтр может не пройти, так как наш предикат может вернуть false. Значит, с optional надо быть осторожнее, потому что они являются дополнением к уже существующей концепции нулов в языке, к уже существующим каким-то парадигмам, и поэтому не надо их использовать только потому, что они там есть, скажем так. В Java все еще есть null, в Java все еще есть if, и в нормальных, в обычных, в императивных процедурах вы все еще используете нулы и все еще используете if. Заворачивать объект в optional ради optional не стоит. Значит, есть целый набор ограничений, скажем, когда надо использовать optional. Например, есть правило, что переменная с типом optional никогда не должна быть null. К сожалению, язык не может вам тут ничего подсказать, потому что Java такой язык, где бывают нулы, где вы можете написать переменную с optional, где вы можете присвоить ей null, явная или неявная, может быть, по ошибке, но тут язык вам не поможет. Здесь вы только должны понимать, что если что-то возвращает optional, то это уж точно не null. Поля с типом optional бесполезны, потому что либо они есть, либо нет, в любом случае вы проверяете на null. Optional в коллекции не кладутся, и в целом optional это для возвращаемых значений, и причем для возвращаемых значений в api, которые используют функциональный подход. То есть, если у вас api использует функциональный подход, если она работает со стримами, если она работает с лямбами, то способ сказать, что вот здесь мы можем вам вернуть что-то, а можем не вернуть ничего, потому что ничего нет, вот тут вы используете optional как возвращаемое значение. У нас есть 10 минут для небольшого квиза. Я хочу, чтобы вы сейчас разогрели мозг, включили микрофоны и стали выдавать некоторые идеи относительно кода, которые я вам сейчас покажу. Это важное упражнение, потому что, значит, стримы действительно классная штука, они многим нравятся, но часто происходит перегиб палки, то, что вот, значит, у нас на сленге называется стримоз кода, когда стримы начинают кидать там, где нужно и там, где не нужно, еще хуже, когда их используют вообще неправильно. Есть известная статья там и доклад Тагира Валеева на эту тему и примеры, я сейчас хочу разобрать буквально за 10 минут. Что не так в этом примере? Давайте, быстро-быстро прям генерите. Генерите результаты. Если кажется, что все правильно, скажите, почему вам кажется, что все правильно. Ну, я хочу, чтобы кто-то сейчас размьютился и сказал, произнес фразу. Мне кажется, все правильно, все нормально. Этот пример обрабатывает что? Скажем, что имел в виду автор? У нас имеется некая коллекция, мы ее превращаем в стрим, затем в стриме выполняем метод forEach. В forEach выдаем какую-то лямбда. Соответственно, эта лямбда будет вызвана для каждого элемента стрима. Так? Ну, хотя бы скажите, да. Ну, да, похоже на правду. Вот, отлично. Да, давайте сейчас просто говорите, не стесняйтесь, просто сейчас давайте переходим в режим беседы такого семинара, потому что это прямо важно. Значит, да, похоже на правду, вот, но плохо здесь в том, плохо здесь то, что мы берем и зачем-то делаем что-то с каждым элементом коллекции, при этом применяя стрим. А есть в Java миллион способов делать с каждым элементом коллекции что-то, не применяя стрим. Например, у класса collections уже есть метод for each, то есть вы можете просто написать collection for each, передать туда лямбду и что-то сделать, не создавая стрим как промежуточный объект. Более того, вы всегда можете циклом for воспользоваться, старым добрым циклом for пройтись по коллекции и что-то с ним сделать. То есть вот это, вот это оверкил и как раз пример стримоза, когда воспаленный код. Окей, хорошо. Что с этим не так? Давайте, дальше проще будет. То есть на самом деле сложнее, но каждый следующий пример он подсказывает на основе предыдущего. Взяли коллекцию, преобразовывали. Получается, первым в случае преобразуем коллекцию в список, хотя можно было не использовать стрим для этого, а делать напрямую. Абсолютно так. Правильный ответ вот он. То есть мы можем создать new array list из collection, new hash set из collection. Этот способ существовал всегда сначала collection запи и как бы он рабочий. И он не создает здесь промежуточных стримов, не создает коллекторов здесь. То есть это все проще, эффективнее. Здесь у вас код лучше читается и быстрее работает. Здесь не надо использовать стримы, просто не надо. Следующий пример. Что тут не так? Также не обязательно делать стрим, чтобы максимум найти. Уже есть метод максимум у коллекции. Все правильно. Абсолютно то же самое. Да, с меньшим количеством мусора и всего вот этого у коллекции есть у нас max collections. Collections утилитный класс collections, в котором куча всего полезного говорил я два занятия назад. Помним про него и пользуемся им, если вы из коллекции просто максимальный элемент хотите получить. Что хотел сказать автор этим кодом? Смотрите, здесь уже у нас есть стрим. Здесь уже как бы не прокатит, что мы из коллекции получили стрим. Стрим уже есть. Что хотел сказать? Видимо, минимум. Точно, да. Видите? он хотел найти минимум и забыл, что есть стандартный редюсер, значит, и вместо этого пользовался сортировкой и файнсетом. И что здесь плохо? Сортировка, она все возьмет в память, да? Она потом потребует, во-первых, память, OATN память, потом OATN логарифм времени на сортировку, потом найдет первый. А здесь, значит, во-первых, мы как бы не засасываем всю коллекцию в себя, и за OATN времени мы находим минимальный элемент. Что тут можно улучшить? Я уже говорил. Здесь человек пытался что сделать? Ну, количество этим считать. Да, и что надо было сделать вместо этого? стрим-каунт. Абсолютно верно. Значит, я еще раз повторяю. В коллекторах коллектор запи есть такие штучки counting, max buy, min buy, reducing mapping. Вы можете попасть в такую ловушку, гуглите что-то, мне надо там max buy найти, вот, и попадаете, допустим, на коллектор запи, и вас никто не предупредит, я вас предупреждаю, что эти штуки нужны лишь как вторичные, как downstream коллектор в каскадах операции, каскадных операций. Вот, больше они ни для чего не нужны. У вас есть count, у вас есть минимум reducing и так далее. Так, хорошо, здесь что не так? Тут вы уже знаете. Но в стрим не нужен. Да, и более того, что страшно в этой истории, в этой истории страшно не только то, что мы создаем стрим, а то, что метод count на стриме, он буквально по пальцам пересчитывает. У меня есть коллекция с пяти пальцев, он будет считать один, два, три, четыре, пять. А если у вас уже есть array list из пяти пальцев, в этом array list уже есть поле size 5, то есть в этом случае O от N операции, в первом случае во втором O от единицы операции. И как бы вот такая фигня, она еще и сильно по производительности бьет. Так, ну давайте тут поломаем голову. Что хотел сказать автор и что значит, что тут, как тут улучшить можно ситуацию, что здесь не так. Значит, у нас есть список списков, список списков. Мы его хотим преобразовать, мы хотим получить все элементы во всех списках, так ведь? вот, и здесь вроде бы как бы валидный такой кейс, давайте воспользуемся стримом, воспользуемся флатмапом, а потом посчитаем. Ну как минимум можно сумму по list size сделать. Абсолютно правильно. Вот. Ну на самом деле и максимум тоже, это не только как минимум, но и как максимум, потому что когда мы получим эти самые суммы, нам все равно их одно за другой суммировать придется. То есть в данном случае list size как бы нам приходит на помощь, потому что мы его заранее знаем, но сумму нам придется предвычислить. Не надо здесь пользоваться флатмапом, мы можем пораньше свести это к целым числам. так. Вот такой пример. Берем поток, фильтруем по кондишену, находим первый, это возвращает optional, и дальше мы optional возвращаем из present, то есть нам надо понять, есть у нас что-то или нет по данному кондишену. у нас было что-то от any, которые возвращают, если по кодинам все правильно. Any match. У нас find any возвращает, все правильно, find any возвращает элемент, optional от элемента, можно было бы, да, промежуточным ответом полуправильным было бы найти stream find any и потом из present, но на самом деле и это не нужно, потому что нам достаточно any match. Теперь вот на самом деле тоже примеры того, как можно написать неправильно, ну и на самом деле это все вариации на эту тему, то есть давайте подумаем, здесь человек что говорит, фильтр condition, а потом any match x в true, то есть он возвращает true, это все примеры, которые встречались в реальных примерах кода, у Тагира у меня часто встречаются на код review, или допустим map condition, то есть он берет в true либо false и потом еще any match это true в true преобразует, то есть на самом деле способов неправильно написать удовлетворяет ли что-то какому-то условию, очень много, но правильный способ всегда один, пишите any match condition, то есть если вы запутались вот в этом во всем, вспомните, что есть эта штука, она вам на помощь придет. Вопрос, вот это очень важный вопрос, значит, как улучшить такой кусок кода? Опять мочение? Так быстрее будет. Все правильно, да, я бы даже сказал сильно быстрее, потому что в этом случае мы производим подсчет всех элементов, то есть мы берем все элементы, фильтруем, находим все соответствующие данному condition, проходим весь стрим от начала до конца, потом еще подсчитываем это зачем-то и все это делается только ради того, чтобы сравнить с нулем. То есть это дико супер неэффективный код. Он выглядит безобидно, но это дико супер неэффективный код. В данном случае мы имеем condition и первый же элемент, который удовлетворит этому condition, приведет к короткому замыканию, мы прекращаем обрабатывать стрим, возвращаем true, if выполняется. Не занимается система. вопрос посложнее, а вот так как улучшить. Это мы можем улучшить как-то? все методы вы знаете, я про все рассказывал. Можно отрезать первые как-то. Правильно, правильно, правильно. Нам ведь не важно сколько их, если их больше двух. Да? Если нам, мы берем стрим limit 3 count, но 3 это как бы 0, 1, 2, 3. И соответственно, значит, если их 3 будет, то это уже больше 2. Если их миллион будет, это уже больше 2. Но самое главное, что как только их встретилось 3, limit прекращает обработку стрима, мы вызываем count, и либо у нас весь стрим исчерпался, и тогда их было меньше 2, и результат false, либо мы уже нашли 3 элемента, сравнили с двоечкой, да, их было больше 2, и мы можем выполнять их в блок. То есть, нам вовсе не обязательно весь стрим перечислять, если нам надо проверить, что их больше 2. Мы можем лимитировать. Лимит приходит на помощь. Ну вот, значит, да, я чуть-чуть не успел, но одна минутка буквально. Выводы из этого всей истории, что декларативный подход, он не отменяет включение мозга. Да, в декларативном подходе со стримой, стримой хороши декларативным подходом. Мы пишем, что мы хотим получить вот это, мы не пишем, как мы это хотим получить. Во многих случаях получается идиоматично, кратко, получается правильный результат. Но очень часто, если вы совсем уж забудетесь и совсем не будете думать о том, как это под капотом происходит, то вы можете написать прям супер неэффективный код, примеры я показывал раньше, который будет много лишних операций делать. Поэтому применяйте стримы с умом, понимая, как их применять. Порою помните о том, что есть и методы, которые и без стримов тоже прекрасно работают и справляются. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы какие-то, я могу сейчас на них ответить. Дружок, подожди, я еще не закончил. Если вопросов нет, тогда до встречи на следующей неделе. Я надеюсь, что она уже произойдет не из домашнего офиса, а из обычного, потому что я выйду из карантина. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...